Переводы в Армению в один миг. В приложении Форобанка. Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. Форобанк. Ваш банк выгодных переводов в Армению. Заявление Рубиния о том, что Армения готова без всяких условий. Прямо сейчас полная нормализация отношений с Турцией. Это не новость. Армения об этом заявляла на протяжении десятилетий. Турция все время выдвигала какие-то предварительные условия, требования по отношению к Армении. Это раз. Во-вторых, то, что Турция предложила, Севдар Калыч предложил встретиться в Ереване, это тоже не новость. Как известно, Турция настаивала на том, чтобы встречи представителей Армении и Турции на переговорах по нормализации отношений проходили или в Ереване, или в Анкаре, в Армении, или в Турции. Армения предлагала, чтобы эти встречи проходили в третьих странах. До сих пор стороны встречались в третьих странах. И Турция фактически устами. Севдар Калыч повторила свое предложение. Я не знаю, как на это ответит Армения. Но я не думаю, чтобы предстоящая встреча, если она состоится в ближайшее время, вне зависимости от того, в Ереване, в Анкаре или в третьей стране, она станет прорывной. Я не думаю. Я более склонен считать, что главным достижением Анатолийского форума, в частности, вот этой панельной дискуссии, было то, что стороны заявили о своей решимости продолжить переговоры. Вот это важно. Все-таки армяно-турецкие отношения, они являются такими принципиальными отношениями. И то, что стороны подтверждают решимость продолжить переговорный процесс под нормализацией, это шаг в сторону более такой нормализации ситуации у нас в регионе в целом. Это раз. А во-вторых, процесс нормализации армяно-турецких отношений, если окончится благоприятным, так сказать, открытием границ и так далее, нормализации отношений, он будет способствовать не только нормализации у нас в обстановке в целом регионе, но и окажет позитивное воздействие на в какой-то степени глобальный процесс, потому что, уже не секрет, что Южный Кавказ становится важным таким хабом на пути коммуникации между Китаем и Европой. Уже сейчас говорится о стратегическом коммуникационном пути, логистическом пути. Пекин, Лондон и Южный Кавказ становятся важным таким перевалочным пунктом. А нормализация армяно-турецких отношений, она будет способствовать реализации этого стратегического плана, который, конечно, делает такого более отдаленного будущего, но, тем не менее, шаг будет сделан в этом направлении, если процесс продолжится и окончится успешно. Во-первых, я считаю, что Ереван Аспаку пока что не близки к урегулированию отношений к подписанию мирного договора. В целом, если дать оценку политике Азербайджана в отношении урегулирования отношений с Арменией, на мой взгляд, эта политика бескомпромиссная, она не основывается на компромиссах, а требует каких-то уступок со стороны Армении. Вот это и является основным препятствием. А то, что Турция и Армения близки к нормализации отношений, я тоже так не считаю. Процесс продолжится, продолжится, будут какие-то шаги. И я не вполне уверен, что Турция пойдет на принципиальное изменение своей позиции, которая, как вы правильно заметили, состоит в том, чтобы оказывать давление на Армению, чтобы Армения подписала договор с Азербайджаном на условиях, которые предлагает Азербайджан. Но и в этом случае я считаю, что Турция не пойдет на окончательное урегулирование отношений с Арменией, потому что для Турции важное значение имеет так называемый Зангизурский коридор. Потом Турция будет ставить вопрос о Зангизурском коридоре. То есть будет оказывать давление на Армению с тем, чтобы получить уже от Армении какие-то выгодные для себя и для Азербайджана, конечно, уступки.